Всем привет! С вами Саша и Карина, канал Доминикана.Про. Сегодня мы находимся, как следует из этой надписи, в Баибе и снимаем предпоследний отель здесь на Карибском побережье, который называется Iberostar Asien da Dominicus. Его характерная черта, отличительная, вот этот вот маяк. Я думаю, что многие, кто когда-либо останавливались в соседних отелях, видели и, возможно, даже подходили к этому отелю. Карина, расскажи, что мы ожидаем сегодня от этого отеля? Вообще у сети Iberostar очень хорошая репутация. Практически все отели Iberostar пользуются популярностью у гостей, их любят, сюда возвращаются, поэтому наши ожидания, конечно, самые высокие. Мы ожидаем, что нам здесь будет вкусно, весело, классно и спокойной ночью. Также, так как этот отель находится на Карибском побережье, мы ожидаем, что здесь будет чистый пляж, что здесь не будет волн. Ну и, в принципе, я уже не могу дождаться, пойти посмотреть, что из себя представляет этот отель. Ну, тогда поехали! 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 Пока что не знаем, каким образом здесь происходит чекин, но в момент бронирования нам в письме указали, что у нас должна быть отдельный какой-то приватный чекин, и посмотрим, в курсе ли об этом представители рецепшена. Итак, когда я бронировала номер, я специально забронировала вот эту вот Deluxe Priority категорию, было написано все очень красиво, что здесь есть личный консьерж, что здесь Priority Check-in, Personalized. По факту оказалось, что консьерж, как бы, не личный консьерж, просто консьерж, который вот здесь вот сидит прямо на ресепшене, и к нему, в общем-то, может любой человек обратиться. Вот этот персонализированный чекин, собственно, и означает то, что ваши данные уже внесены в базу, и не надо лишний раз заполнять листочки, якобы это ускоряет процесс заселения. Все, нам, в принципе, дали информацию по отелю, сразу скажу, что снова в ресторан Alicard надо бронироваться аж вот на следующий день, так как мы приехали на одни сутки, нам было сказано, что нам недоступен на сегодня ресторан Alicard, и, в общем-то, отправили нас в буфет. Мы будем пытаться попасть в ресторан Alicard, будем пытаться пробиться в стейк-хаус, но, в общем, очень надеемся, что у нас-то получится. А также здесь включенный рум-сервис, который работает 24 часа в сутки, тоже будем завтра пытаться заказать завтрак. Лобби очень-очень-очень просторное, оно идеально подходит для соблюдения социальной дистанции. С одной стороны ресепшен, и вот с другой стороны бар, про него расскажу немножко попозже. В лобби есть много мест, где можно посидеть, есть диванчики, есть кресло со столиками, есть стулья со столиками, стоят такие фигурки животных, кораблик, в общем, в принципе, симпатично, хотя чувствуется, что отель был построен давно. Старенький, помните, я рассказывала, как легко определить старый отель, вот он в таких оранжевых цветах, с бежевым, коричневой или оранжевой плиткой, и вот здесь, в общем-то, все это есть. Теперь к бару. Все, что представлено на полках, почти все, уже включено в стоимость, но есть алкоголь за доплату. Вот там вот есть небольшая полочка, и на ней выставлен премиальный алкоголь. Как узнать, сколько он стоит? Можно перейти по вот этому QR-коду, который здесь же стоит на баре, и там уже будут наименования конкретно с ценами. Там есть цены за бутылку, есть цены за порцию, и также там есть список коктейлей и вообще всего, что также можно заказать на баре. Чай, кофе, сок, кстати, вот так что сделали ананасовый сок, немножко добавили туда сахарного сиропа, но в принципе можно сказать, что он натуральный. Вот есть вот эти бутылочки с алкоголем, которые выставлены, но также у барменов под прилавком есть еще бутылочки с другим алкоголем. Допустим, вот там у нас стоит джин Гордон, есть танкерей, а под прилавком часа у барменов стоит джин какой-нибудь попроще, возможно, местного производства. Если вы хотите коктейль с каким-то определенным джином, нужно заказывать, ну, нужно указывать это при заказе, то есть говорить там танкерей с тоником или там джин, джин тоник там с танкереем, потому что если вы так не сделаете, то вполне возможно, что вам нальют какой-нибудь другой джин. Еще такой момент, отель Iberostar позиционирует себя как отель полностью свободный от пластика, поэтому трубочки здесь не дают, даже если попросите, все равно трубочки не дают. Я заказала коктейль джин тоник, не самый лучший джин тоник в нашей жизни, но сок вкусный. Наш номер расположен в четвертом корпусе. Четвертый корпус, в свою очередь, расположен вплотную к пляжу, практически ближе всего. Номер открывается вот такой карточкой. Та-дам! Добро пожаловать! Встречает нас по традиции ванная комната с одной стороны и шкафы с другой стороны. Мы сюда уже повесили нашу одежду. Я видела, что вот, в шкафу открывается свет с одной стороны. Если открывать дверцы, сразу же нас встречает халаты. Очень хорошая новость. Мы любим халаты в отелях. Также у нас здесь утюг, гладильная доска и зонтик. Кстати, хочу напомнить, что на наших экскурсиях в Сан-Доминго мы даем зонтик. Поэтому, если едете с нами в Сан-Доминго, зонтик можно не брать на случай дождя. Так, и вот здесь у нас сейф, в который включен стоимость. Достаточно просторный шкаф. Давайте ванну покажу. Так, очень удобно показывать ванну. Все находится в одном помещении. Скажем так, совмещенный санузел. Вот здесь вот у нас унитаз. Умывальник. Из гигиенического набора у нас здесь гейт для рук, лосьон для тела. Стоят стаканчики. Обычно еще в отелях также ставят бутылочки воды для того, чтобы чистить зубы. Здесь не стоите. Расскажу сейчас, почему. Так, салфетки. Есть весы. Пожалуйста, весы. Вот. И фен. Давайте с вами посмотрим, что за фен. О-о! Прямо сразу слышно, что фен очень мощный. Смотрите, розеточки у нас универсального образца. Не нужно вести с собой переходник. Здесь у нас сама душевая. Есть две насадки. Обычно такая вот съемная насадка. И вот такая вот круглая с эффектом падающего дождя. По гигиеническому набору на шампунь, кондиционер и гель для душа. Вот все достаточно простенько здесь. Переходим. Дальше будем смотреть, что у нас интересного в номере. Так, переходим с вами непосредственно в спальню. Слушайте, ну, номер очень симпатичный. Я не могу сказать, что он очень просторный. Достаточно компактный. Ну, светлый здесь была реновация. Он выполнен в очень похожем стиле, как Евростар Селекшн Бавара. Тоже с вот такими вот бирюзовыми цветами. Я напомню нашу категорию. Это Deluxe Priority. Фишка этой категории номеров в том, что эти номера находятся в корпусе очень-очень близко к морю. В этих номерах не гарантируется вид на море, но, тем не менее, находятся они вплотную к пляжу. Также в перечислении достоинства этого номера было написано, что пляжные полотенца уже находятся в номере. Я обсмотрела весь номер, полотенец не нашла. Две кровати у нас стандартно, небольшой уголок для отдыха, там такое кресельце с подушкой, очень большой телевизор. Зеркало, в котором можно увидеть себя в полный рост. Видите, тут такая стилизация, как будто бы бревна, кажется, как будто бы небольшая избушка. Наш любимый с Сашей элемент, почувствуй себя беспомощным. Видите, когда можно заглянуть в душ, открывая окно из комнаты, а ты, будучи в душе, ничего не сможешь сделать. Ну, вот такое вот зрелище. Здесь у нас вот такая вот зона тумбочки, столик, на нем кофейник, стаканы, чашки. Опять-таки, несмотря на то, что номер был забронирован на троих, пофиг, все для двоих. Для двоих чашки, для двоих халаты. Ну, в общем, ладно, не первый раз с таким сталкиваемся. Посмотрите на вот эти вот бутылки. Я уже набрала сюда сбегала воды, обычно они стоят пустые. Отель и Берастар позиционируют себя, как я уже говорила, полностью пластик-фри. Поэтому здесь либо все в стекле, либо там в жестяных, видите, деревянные жестяные, там баночки и прочие аксессуары. Эту воду надо бегать набирать. Изначально воды в номере не стоит. Не могу сказать, что это, ну, как-то супер неудобно или еще что-то, но если плохое настроение хочется поныть, то, в принципе, можно поныть на тему того, что до воды надо бегать в коридор. Вот у нас такой вот значок в виде капельки, который означает, что именно здесь у нас наша заправочная станция. Ставим вот сюда воду. Нажимаем. А, нет, надо держать. Есть. Ура! Несем обратно. Смотрите, в мини-баре тоже все в стекле. Кока-кола в стекле. Спрай в стекле. И вот жестяные баночки с пивом. На этом столике, помимо кофемашины, кстати, обратите внимание, даже капсулы здесь биоразлагающиеся. Есть также чай. А это, друзья мои, большая редкость. Здесь есть классический черный чай, есть ромашковый, зеленый и мятный. Когда заходишь в номер, сразу ощущаешь какой-то приятный ванильный аромат. Его издают конкретно вот эти вот палочки ароматические, которые располагаются на вот таком вот столике с креслом. Давайте посмотрим, что на прикроватной тумбочке у нас. Телефон, естественно. О, и вот здесь вот очень удобная панель управления. Можно прямо здесь включать-выключать вентилятор. Регулируется кондиционер. Есть USB-порт и есть две универсальные розетки. Также я предполагаю, что можно выключить весь свет в номере прямо на этой панели. Это очень удобно, потому что не нужно вставать с кровати. О, смотрите, что еще. Это что, зарядки на все виды телефонов? Да, здесь есть для айфона, есть вот такой вот штекер, есть микро-USB и есть даже на четвертый iPad. Мне очень нравится вот эта вставка на стене из коралла. И вот там даже сверху подсвечивается. В общем, классный номер, очень приятно здесь находиться. Давайте пойдем, я покажу, что у нас на террасе и какой у нас вид на сад. Ага, очень симпатичная терраса. Два таких кресла очень часто ставят пластиковые стульчики. Смотрите, здесь на столике нет пепельницы. И нигде в номере пепельницы вообще нет. Это один из немногих отелей, где нельзя курить не только в номере, но и на террасе тоже нельзя курить. Я залезла на сайт и в описании к номерам прочитала, что штраф за курение либо в номере, либо даже на террасе 250 долларов. На территории есть отдельные зоны для курящих, мы их потом вам покажем. Также у нас на террасе есть вот эта вот сушилка для вещей, а номер у нас выходит прямо на бассейн. Это очень хорошо, потому что ночью мы сможем послушать, какая здесь шумоизоляция. Мы идем на обед. Он здесь начинается в час дня. Находится прямо рядом с ресепшеном, недалеко. Сейчас посмотрим, чем нас там будет угощать. В обеду я бы сказала, что неоднозначное впечатление. С одной стороны, все было очень вкусно, был большой выбор мяса. Мясо очень хорошего качества. Вкусная говядина была, вкусная вырезка свиная, индейка была, курица. В разных видах что-то на гриле, что-то в виде заливного мяса. Было очень много овощей. На фрукты давали манго. Был хороший выбор десертов. Вкусное мороженое. И было, я бы сказала, много рыбы. В разных видах было дорадо. И рыба была без подписи. Просто ее жарили на гриле. Но, с другой стороны, мне не хватило морепродуктов. И не хватило, в принципе, выбора. Потому что многие блюда дублировались. Так, для кучности. Из морепродуктов был салат с морепродуктами. Там были кальмары и креветки. Салат, кстати, вкусный был. Были мидии, которые тоже готовили на гриле. И, как я уже говорила, разные виды рыбы. Но мы, возможно, разбалованные другими пятерками. Хотели бы, конечно, видеть лосось. Хотели бы видеть креветки. Ну, какое-то побольше разнообразия морепродуктов, скажем так. Но стоит заметить, что все было очень вкусно. От себя хочу сказать, что, очевидно, отель знал лучшие времена. Видно, что все построено очень красиво, с размахом. И ресторан такой красивый. Красивая мебель. Достаточно здесь свободно. Очень услужливые официанты. Всегда походят, помогают. Большой плюс в том, что дали все-таки нам маски. Это приятный момент был. Мы заметили на некоторых элементах посуды сколы. Что, в принципе, не очень нормально для пятизвездочного отеля. Ну, и как уже сказала Карина, действительно, за ту стоимость, которую мы заплатили за этот отель, то есть это чуть-чуть дешевле, чем Hard Rock, по питанию проигрывает. Но это, я так понимаю, что характерно для большинства отелей, которые находятся здесь. В Карибской части, если вы едете сюда, то ожидайте, что здесь немножко уровень питания будет ниже, чем в Кунтакане. Неподалеку от главного буфета есть вот такая интересная зона для курения. И она же по совместительству зона для чтения. Если будете отдыхать в отеле Iberostar Dominicus, можете здесь оставить какую-то книжечку, которую вы прочитаете за время отдыха. Здесь, кстати, многие люди, которые оставляют книжки, пишут, как их зовут, откуда они, и указывают год. Вот, в феврале 2011 года была оставлена эта книга. Прямо рядом с основным буфетом есть вот такой вот пруд. Здесь плавают черепахи, живут утки, находится красивая беседка, бьют фонтанчики. Ну и, конечно же, звезды этой программы – розовые сламинго. Мы сегодня не будем к ним приставать, не будем пытаться их накормить. Как видите, у них есть там своя кормушка, откуда они спокойно едят. Поэтому мы сегодня будем просто ими любоваться. Розовые фламинго тоже в пруду и тоже рядом с основным буфетом есть также в сети отеля Iberostar, который находится в Пунта-Кане. Детский клуб в отеле Iberostar Asiento Dominicus называется Star Camp. Дети, которым от 4 до 7 лет, здесь отправляются автоматически в команду обезьянки. И дети от 8 лет до 12 автоматически распределяются в команду дельфины. Они потом между собой соревнуются. Сейчас, в связи, сами знаете с чем, посещение детского клуба внутри не разрешено. Поэтому дети все тусуются на улице. Там есть какие-то подвижные игры, горочки. С детьми работают детские аниматоры. Мы также чуть позже узнаем, есть ли возможность здесь оставить ребенка с няней. Вторая часть детского клуба находится, если стоять лицом к морю, и спиной к рецепшену с правой стороны. Он открывается в 7 часов вечера и работает до 11 часов. Там есть игровые приставки. И самое главное, что там есть взрослые, которые могут присмотреть за вашими детьми. В Доминикане очень быстро темнеет, и мы готовимся сейчас идти посмотреть на ужин. Нам сказали, что не получится, к сожалению, попасть в ресторан Алякард, но мы попробуем. И потом, конечно, пойдем посмотрим вечернюю программу. Смотрите, там ребрышки барбекю. Я очень уж их люблю. Гарниры к ним. Вот здесь рыба. Рыба, по-моему, такая же, как была на обеде. И добавился тунец. Здесь у нас горячее блюдо. Разные виды картофеля, рис, кукуруза и кальмар. Еще один морепродукт, которого не было на обеде. Ой, смотрите, там есть запеченная курица. Ой, господи, запеченная утка. Запеченная утка есть. Идемте с вами в гриль-зону. Здесь нас ожидает с вами курица, говядина и свинина. Вот здесь можете посмотреть, какие красивые стейки для вас жарят. Именно из каких кусков мяса. Дальше у нас тоже секция с горячим. Много овощей, сосиски, рис. Здесь у нас с вами, видите, овощи на гриле. А некоторые свежие. Здесь перец, цветная капуста, лук, помидоры. Тут кое-что интересненькое, я заметила. Итак, смотрите, у нас здесь запеканка с морепродуктами и фидео. Тоже здесь два блюда с морепродуктами. Я вижу там кальмары, я вижу там большие нидии. И вот здесь вот еще одна секция с рыбой. Прямо очень любят рыбу в этом отеле. Наша традиционная секция с пиццей. И если вы любите пасту, то именно здесь можно ее приготовить. С помощью вот такого прекрасного повара. И, конечно же, еще по обеим сторонам проходят всякие закуски. Вот здесь, к примеру, сыры, разные уже готовые салаты, овощи для того, чтобы готовить себе салат по вашему рецепту. И холодные закуски, там колбаса и всякие мясные нарезки. А с другой стороны у нас десерты и фрукты. Я хочу сказать, что по сравнению с обедом здесь выбор блюд вечером намного шире. В принципе, весь ресторан сервируют. Вот в скатерти положили. Дают другое вино. На обед было какое-то простое столовое вино. А сейчас вино повкуснее. Немножечко произошла заминка с уткой. Вот, меня заинтриговала запеченная утка. Я хотела ее взять. Но оказалось, что они перепутали таблички. И это не утка на гриле. Ой, не утка запеченная, а картошка запеченная. Ну, ничего страшного. Все выглядит очень аппетитно. А даже там есть лосось. Саша, даже там есть лосось. Я думаю, что мы сейчас пойдем попробуем попасть в стейк-хаус. Но если мы не попадем, то мы придем и с удовольствием поужинаем здесь. К счастью, все-таки удалось забронироваться в ресторан. Тут как бы говорится, что это спасибо стейк-хаус. Но при более близком рассмотрении, скажем так, это итальянский стейк-хаус. То есть это как-то ресторан, в котором намешано все. Здесь есть и аргентинская кухня, и итальянская, и стейки, и лосось, и овощи, в общем, куча всего. Сейчас будем все это пробовать. Кстати, несмотря на то, что, как нам говорили, бронироваться в ресторан нельзя, но нас посадили сюда без брони и даже без лишних доплат. Скорость обслуживания здесь просто космическая. Не прошло и пяти минут после того, как мы сделали заказ, как нам уже принесли закуски. Давайте быстренько пробежимся по меню. Я расскажу, что можно заказать в ресторане, который называется Спиаджа. Надеюсь, я правильно произношу название. Итак, здесь, конечно же, есть закуски. Допустим, моцарелла жареная, салат Цезарь такой с оригинальной подачей. Весь салат сразу расположен на греночке, как бутерброд. Здесь есть такие маленькие, называется импанадос, как маленькие чебуреки с сыром. Есть суп из кукурузы. Переходим к пасте. Конечно же, есть здесь домашняя паста. Баладнез, лазанья. Есть пицца. И также всякие блюда на гриле. Это либо разные виды мяса. К примеру, я заказала рибай. Есть свинина. Можно заказать аргентинское барбекю. Рыбу, а конкретно лосось. И курицу. Также здесь можно заказать бургеры, ну и разные десерты. Чизкей, брауни, фруктовый салат и какой-то банановый десерт. Ого, друзья мои, вот это стейк. У меня стейк буквально занимает всю тарелку. Мы заказали, конечно же, еще лосось и отдельно гарнир. Ну что, дорогие, мы пришли на вечернюю программу. В театре пока что пусто. Ждем, когда будет начало. Тем временем, вот здесь есть такой пятачок. Мы пришли посмотреть, что здесь есть. А здесь есть два стола для бильярда и один стол для аэрохоккея. Это все платно. Там есть такой автомат, нужно покупать жетоны. Один жетон стоит один доллар. Либо 50 феса. Ну и, конечно же, здесь есть бар, где вы можете заказать свои коктейли. Да, да. Ну что, я не знаю, как Карине. Мне очень понравилась вечерняя программа. В первую очередь, потому что там не было Майкла Джексона. Не подумайте, что мы его не любим. Но просто уже как бы насмотрелись. Уникальные костюмы. Я не видел такого ничего похожего в других отелях. И песни, и танцы, и хореография на хорошем уровне. Приятные коктейли. В общем, вечерняя программа супер. Субтитры подогнали Симон. Доброе утро. Оно действительно доброе. Я отлично выспался. В отеле прекрасные матрасы, прекрасные ортопедические подушки. Шумоизоляция на 5 с плюсом точно. Потому что мы живем прямо напротив бассейна. Абсолютно было ничего не слышно. Также хочу отметить отличные такие вот занавески. Блэкаут. То есть их закрываешь, и абсолютно становится ночь в номере. У него независимо от времени суток. Очень вкусный кофе, кстати. Если вы будете его заваривать, рекомендую нажимать на правую кнопочку. Потому что если нажать на левую, то его нальется совсем-совсем мало. Мы также заказали рум-сервис. Рум-сервис здесь работает с 8 утра до 11 часов вечера. Завтрак, обед, ужин там нет разделения, но там есть различные варианты. Можно заказать фрукты, можно заказать сэндвичи, можно заказать такие, как типа маленькие шаурмы, рапы. Мы заказали все вместе, чтобы попробовать. Потом, наверное, пойдем на завтрак. Ну что, еда на рум-сервисе была неплохая, но не очень. Поэтому мы решили пойти еще в основной буфет и позавтракать здесь. Смотрите, на завтраке у нас первое, что он встречает, это яйца. И яйца разной степени готовки. Есть яйца 3 минуты вареные, есть яйца 6 минут вареные. Ну и что-то промежуточное. Вот в такой вот штучке. И второй прикольный момент, это свежевыжатые соки. Их тоже очень много разных вот здесь вот. И арбузы, и апельсины, и ананас. В общем, это тоже классно. В остальном здесь практически стандартный такой набор на завтраках. Это хэш-браун, это блинчики, омлеты, много фруктов, много всяких джемов, холодные закуски. Ну и, в общем-то, все то, что мы обычно привыкли видеть на завтраках. По дороге к пляжу расположена вот такая большая секция с бассейнами. Здесь есть зона для отдыха с лежачками. Есть отдельный бассейн для детей. Есть бассейн для взрослых. Посередине, там, по центру находится достаточно большой джакузи. Есть также свима-бар. Он сейчас по понятным причинам, в связи с вами знаете, с чем, не работает. Но можно подняться и заказать напитки уже здесь сверху. Чуть-чуть, если пройти в правую сторону, там будет еще один небольшой бассейн для водного пола, где также установлены баскетбольные сетки, где можно покидать мячик. Так, друзья, ну что, пару слов о развлечениях в отеле, о дневной анимации. Вот у меня за спиной стоит, видите, такая колоночка. Она зовет всех желающих прийти сюда, вот в этот бассейн, где находится сетка для занятий водной аэробикой. Уже 15 минут она стоит, орет на максимальной громкости. Уже даже кое-какие люди пришли. Но пока что ничего не началось. Это все, что нам удалось увидеть за все время пребывания в отеле. Я очень надеюсь, что еще будет какая-то анимация. И если мы ее найдем, мы обязательно, конечно же, ее покажем. Если вы отдыхали в этом отеле и застали какую-то классную анимацию, пожалуйста, напишите в комментариях, где ее можно найти. Из названия отеля Ибераста Россиэнда Доминикус следует, что он находится на пляже Доминикус, Баяибе. Это всего лишь 20 минут аэропорта. Что хочу сказать об этом пляже? Он красивый. Здесь практически никогда не бывают водорослей. Здесь вот эта фирменная фишка Баибе – маяк. В нем же внизу находится бар, где готовят неплохие коктейли. Сам пляж достаточно мелкий. Здесь всегда много народу в воде. Но на этом заканчиваются его минусы и начинаются только одни сплошные плюсы. Здесь всегда теплая водичка. Отличительная особенность, опять же, пляжа именно Берастара, что всегда хватает всем места. Это достаточное количество лежаков, достаточное количество тени. Есть спасательная вышка, где дежурят спасатели. Так же, как и во многих других отелях, здесь можно бесплатно взять в аренду различные приспособления для занятий водными видами спорта, которые не требуют моторчиков. Это каяки, это винсерфинг и это падлборды. Пляж вообще номинально поделен на две секции. Одна, которая ближе к воде. Там расположены, конечно же, лежаки и теневые грибки. И другая секция за вот этой вот линией. Там тоже песок. Но там расположена волейбольная сетка. И, в принципе, там проходит дневная анимация. Пожалуй, единственное место в отеле, где есть очередь, это вот этот бар, который находится внутри маяка. В очереди стоять вовсе не обязательно. Если вы лежите на лежаках, здесь ходит официант, который принимает заказы, и он же вам может привезти коктейли. Но почему-то люди предпочитают стоять в очереди. Традиционно во всех отелях Доминиканской Республики хороший выбор алкоголя. В особенности это касается местного. Я сейчас говорю о роме. Здесь представлен и Бругаль, и Барсело. Очень качественный ром. Рекомендуем брать коктейли на основании рома. Но также, если вы любите какие-то импортные напитки, они здесь представлены в ассортименте. Есть и виски, и текилы, и мартини. И гости отеля, которые здесь отдыхают немножко дольше, чем мы, нам подсказали, что некоторые вещи, например, лимончелло, бармены прячут. Но если вы их попросите, они вам достанут и нальют. Поэтому, если вдруг вы чего-то не увидели на полочке, уточните у бармена, наверняка это где-то у него в загашнике найдется. Рядом с пляжем находится снэк-бар. Но это такой очень расширенный снэк-бар. Здесь есть и пицца, здесь есть бургеры, здесь есть хот-доги. Дальше у нас идут всякие покебол, мороженое. И дальше уже бар с напитками. Вообще, вот этот вот бар с едой, он открывается в 11 часов утра. А вот там бар с напитками, он уже начинает принимать гостей намного раньше. По дороге на обед мы наткнулись на вот такую вот кофейню. Называется Стар Кафе. Здесь делают разные кофе, там капучино, фрапучино, назвала мне добавка, или с белым шоколадом, с карамелью. В общем, все, что душа пожелает. Но также здесь есть еще очень вкусные пирожные. Мы вообще с Сашей не очень любим сладкое. Но вот здесь есть такой маленький лимонный тарт, и мы его умяли буквально за минуту. И потом еще одно пирожное заварное кремом тоже. Мы его просто уничтожили с большой скоростью. Вот. В общем, классная кофейня. Жалко, конечно, что мы на нее наткнулись до обеда, а не после. Но, в общем, вот так, вам на заметку. Здесь очень вкусно. У меня за спиной очень прикольное развлечение. В основном, правда, в нее старички играют. Это стрельба из лука. Бесплатно происходит два раза в день в 10.30 утра и 3 часа 30 минут после обеда. Можно прийти сюда. Здесь устраивают такие мини-соревнования. Если в соревнованиях участвуют мужчина и женщина, соответственно, одну шляпу дают женщине, а одну мужчине победителю. Но так как у нас сегодня в основном участвуют только мужчины, соответственно, победителя будет два мужчины. Получат они каждый по такой шляпе. Ну что, спортзал в отеле Берастара Сен-До Доминикус выглядит как-то так. Здесь внутри находятся три помещения. Одно для силовых упражнений, одно для кардиоупражнений и одно для фитнеса, растяжек и так далее. От себя хочу отметить как минус то, что в спортзале стоит неприятный запах и отсутствует кондиционер. Во всем остальном, на мой взгляд, есть все необходимое. Есть и эллипсы, и беговые дорожки, и велосипеды, и свободные веса. В общем, все необходимое присутствует. Спа-центр в отеле Берастара Сен-До Доминикус относительно небольшой. Он поделен на две части, на мужскую и женскую. Мужчины и женщины пары могут встретиться здесь, в этой зоне, где находятся бассейны и джакузи. Также здесь есть массажные комнаты, как индивидуальные, так и для пар. Помимо всего прочего, здесь также имеется салон красоты, где можно сделать маникюр, педикюр и постричься. Посещение спа-центра не включено в стоимость проживания. Стоит 25 долларов за пару за один час. Вот здесь находится переодевалка. Вот такие шкафчики, куда можно положить и закрыть свои вещи. И здесь также находится турецкая баня на пару. И финская сауна, временно закрытая, в связи, сами знаете, с чем. Смотрите, в каком невероятно красивом месте мы находимся. Здесь на территории есть вот такая очень красивая тенистая аллея. Здесь же находится парк Орхидей, невероятно красивая беседка. В принципе, здесь очень тихо, если не считать песен птиц. Прохладно, и это, наверное, самое классное место вообще во всем отеле. А если, в принципе, говорить о территории, то она очень просторная. Отель старого образца, тогда строили еще с большим размахом. Здесь очень просторно, очень много места, везде очень высокие потолки. Куча аллей, на которых можно гулять. Корпуса, они либо трехэтажные, либо двухэтажные. В принципе, это как такой один маленький городочек. На территории очень много всяких птиц. Есть павлины с маленькими павлинятами. Есть уточки, есть вообще невероятно много птиц, которые поют. Конечно же, фламинго. Также живописности территории добавляют фонтанчики, которые расположены по всей территории отеля. И такие большие, красивые декоративные вазы, которые также стоят в разных нишах, также по всей территории отеля. Ну что, друзья, мы уже два дня в этом отеле. Я вполне доволен. Единственное, конечно, я считаю, что за эти же деньги лучше было бы поехать, например, в Дримс, или, может быть, в Хилтон. Или, может быть, если они даже чуть-чуть дороже, все равно я бы выбрал их. Несмотря на то, что у меня никаких нареканий нет, все-таки я считаю, что немножко отель overpriced. Объясню, почему. Питание классное. Абсолютно понравились все блюда, которые мы попробовали. Но выбор немножко уступает. Территория красивая. Но, опять же, что касается развлечений каких-то, их в том же самом Хилтоне, в том же самом Дримсе, их больше. Дримс выигрывает также по качеству вечерней программы. И также хотелось бы отметить то, что обслуживающий персонал здесь, несмотря на то, что очень дружелюбный, но он такой прям ненавязчивый. В Дримсе чуть-чуть более навязчивый, но это как бы тебе не мешает отдыху. То есть он кажется как будто бы более дружелюбный. Я хочу обратить твое внимание, что ты сравниваешь с Дримс Preferred Club. Тоже это важное уточнение. Я могу сказать, что я во многом с тобой согласна. Но здесь, если сравнивать отели пятизвездочные вот именно в Баяибе и на вот этом вот пляже Доминикус, а это Дримс, это Каталония, это вот, собственно, Иберостар и Хилтон. Но мы не можем упомянуть еще один пятизвездочный отель Белив Кануа. Ну, Белив Кануа мы не берем совершенно, даже не учитываем его, потому что он не имеет права называться, в принципе, пятизвездочным отелем. По нашему обзору все, по-моему, понятно. Вот как раз Иберостар Осиена Доминикус, у него есть то, в чем он выигрывает и лидирует у всей этой четверки. Это конкретно территория. И не просто там просторная она или не просторная, а конкретно природа. Потому что такой природы, как в Иберостаре, нет ни в одном из этих отелей. По поводу там черепах, фламинго, птиц, павлинов, вот этого всего, здесь еще и многолетние такие большие высокие деревья с лианами, орхидеи, цветы. Ну, в общем, в плане природы здесь очень красиво. Я бы еще хотел отдельно отметить то, что в отеле огромное количество каких-то мелких фишечек, мелких элементов дизайна, которые, ну, не могут не обращать на себя внимания. Какие-то скульптуры, вазы, картины. То есть здесь вот реально, если вы любите какой-то интересный дизайн, можно на многие вещи полюбоваться, походить, поискать. В общем, в этом плане интересно. Но опять же, если мы говорим, например, о молодежи, там, до 30 лет, да, которые едут тусоваться, совершенно точно этот отель не для вас. То есть здесь в основном, наверное, я бы сказал, 35-40 плюс, да, аудитория. Очень много немцев, очень много русских. Я бы примерно сказал, что где-то 40-40. И 20% всех остальных мы видели французов и чехов. В общем, в основном здесь русские немцы. Ну, и опять-таки, если мы уже взялись сравнивать отели, я бы сказала, что этот отель единственный, в котором не было очередей. Потому что, что мы снимали, вообще любой отель на Карибах, который мы снимали, мы везде там сталкивались с очередями. От гостей отеля тоже слышали, что постоянно там очередь, сям очередь. Здесь вообще нигде. Единственное место, где была очередь, это маяк. Да. Вот, пляжный бар. Все. В остальном много пространства. И нигде не было ни разу никакой толкучки, ничего. Везде свободно, куча места. В общем, это здорово. Главливости ради, нужно отметить, что относительно того же Дримса, здесь нет проблем с местами на пляже. Потому что в Дримсе люди приходили утром прямо занимать лежаки. Здесь лежаков достаточное количество в любое время суток. Отель могу смело рекомендовать. Да. Друзья, кто был здесь, напишите, пожалуйста, ваши впечатления об этом отеле. Также напишите, какой бы вы хотели увидеть следующий отель, чтобы мы сняли обзор. Ну, мы прощаемся с вами. Будем благодарны за лайк и подписку. И, конечно, пишите ваши комментарии. Если вы были в этом отеле, то давайте обсуждать, сошлись с вами наши мнения. И, конечно же, записывайтесь на наши экскурсии. Мы их забираем, в том числе и отсюда, из Баивы. Конечно, не на все программы. Подробнее вы можете узнать на нашем сайте dominicana.pro. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok